Привет спонсорам, подписчикам и гостям моего канала, в этом выпуске мы поговорим о патче баланса, рассмотрим что нового, поменяли, кого улучшили, кого ухудшили, напомню, что если вы живете в Украине, теперь официально на ютубе можно стать спонсором, подписка стоит по-моему 8 гривен, около того вы можете нажать кнопку спонсировать и поддержать мой канал, без всяких там VPN и прочего, если вы с другой стороны и у вас нет этой кнопки, обратитесь в контакте, я могу вас сам подписать на свой же канал, то есть для этого нужно будет зайти на ваш аккаунт, итак начнем, Варвар Тьма, Безумие, это его третий скилл, как вы знаете, он там люто прокал, все дела, получение хода от навыка Безумия, наложено ограничение до трех активаций за один ход, а типа им кто-то пользовался, да, прям люто, что он прям неистово там по 500 раз ходил, я знаю, он у меня есть, вот я им пользовался, но он меня этими бесил, потому что я кучу ГВшек с ним слил, из-за того, что он не прокал, просто вот вообще, а теперь типа максимум 3 раза, знаете, некое подобие с вот этими шариками, да, на первый скилл, которым тоже сделали ограничение, не думаю, что от этого станут либо его реже или чаще юзать, ну, короче, такое себе, Гор, Свет, Долг, Монарха, пассивный, насколько помню, Первач с лидеркой на скорость, да, добавлен эффект на пассивку, в конце хода восстанавливает здоровье союзника, опачки, на 10%, максимум до 30% за каждый дебаф, наложенный на союзника, ну, я так понимаю, сквозь крест, конечно, хилить не будет, это вполне неплохая тема, мало того, что там заливает атак бар, все дела, так при этом еще и подхиливает, ну, вполне, да, дополнительный такой вот неплохой вот бонус, да, за каждый дебаф, наверное, неплохо, а если нет дебафа вообще, то получается, наверное, вообще не хилит, надо тестить, да, Чародейка, Огонь, Магический Круг Хаоса, когда монстр подвергается атаке при наличии магических сфер, когда она на себя там эти сферы накидывает, увеличение индикатора атаки было 25%, а теперь 50, опа, то есть получается за 2 атаки соточка атак бара, но это явно апнет ее и повысит ее юзабельность, особенно наверняка на ГВ на захвате, ну, типа это очень, очень неплохой ап, это прям лайкусик, Чародейка Ветер, секретная книга, насколько помню, отстой с атакой, но посмотрим, изменение эффекта, повышает свою силу атаки и защиту на 10%, максимум до 300%, когда союзник атакует врага, теперь, типа, так, увеличивает урон на 5%, максимум до 200%, когда союзник атакует врага, и еще добавление эффекта, снижение получаемого урона на 20%, вот это уже прям солидно в совокупности имеется ввиду, то есть то, что снижение получаемого урона, кто не понял, ну, вот, допустим, как у Макаки Ветреная, да, есть там пассивка, которая снижает урон, и вот здесь что-то типа подобное, это вполне неплохо, это добавит выживаемость, то есть, к примеру, тот же Гоги, который должен кинуть там камень на 50 тысяч, он уже внесет не на 50 тысяч, а уже где-то на 40 тысяч урона, я думаю, смысл понятен, да, то есть это существенно повысит выживаемость, но увеличит ли юзабельность, тут не скажу, Чародейка Светлая, время разрушения, так, увеличение урона пропорционально разрушаемого здоровью врага, ну, типа, больше станет дамажить, это, наверное, точно не хуже стало, да, точно не понерфили, так, Шарманка, Огонь и Тьма, Друзья Тотемы, изменение эффекта, накладывает запрет на восстановление здоровья на два хода с 50% шансом, теперь, да, провоцирует на один ход с 50% шансом, на один ход с 50% шансом, а до этого Трест, по-моему, не знаю, стало ли лучше, наверное, стало лучше, да, Шаманка, Огонь, Тотем вулканического пламени, снимает по одному бафос, по одному бафу со всех врагов, снимает все бафы со всех врагов, вот, а вот это уже прям, ну, прям неплохо, да, так, ну, типа, по одному бафу, там, снимет что-то рандомное, типа, там, какой-то шилд, или, там, баф на атаку, или еще что-то, а иммунка останется, или, наоборот, иммунка останется, и из-за этого ничего не снимет. Как-то так, то же самое, да, Шаманка, Тьмы, тоже снимает все бафы со всех врагов, вот, это неплохие, действительно, апы персонажа, а та фигня сверху, не знаю, ну, наверное, с агром будет чуть более юзабельной, а мед за тьма, проклятие смерти, добавление эффекта, запрет на восстановление здоровья, пока действует проклятие смерти, нельзя хилиться, возможность изменить количество здоровья с помощью навыков, которые изменяют соотношение здоровья, я так понял, то есть, это можно сыграть с какой-то там часункой обыграть, это с гармонией, кем там еще, но, я думаю, вы поняли, ну, хуже точно не стало, проповедница, свет, о господи, оживляющий свет, это ее третий скилл, уменьшение времени отката с 8 ходов на 7, и, насколько помню, там еще точится, то ли 2, то ли 3 раза, и будет чаще воскрешать, кто этим говном пользуется, кемера, вода, опа, ветер и свет, шквал, это интересно, так, еще добавление эффектов всегда активируется, критич, еще раз, вода, ветер и свет, это второй скилл, всегда активируется критический удар при нанесении атаки врагу под эффектом обездвиженности, ну, ну, типа, теперь вы можете, ну, это, наверное, для химеры света, только очень неплохо покатит, так как его часто делают саппортом, а вода и ветер там и так ближе к сотне шансов крита, ну, блин, по крайней мере, у меня, у водяного, по-моему, у меня сотка, как-то так, ну, типа, что это за, блин, фигня какая-то, ну, типа, если застанил, то 100% там кританешь, блин, ну, типа, или ты застанил, или кто-то там застанил, неважно, ты туда 100% кританешь, ну, может, где-то, если у вас не сотка шанса крита, это просто повысит вероятность до сотки, ну, вот и все, ну, назвать это апом только для светлого, наверное, так как не все с него делают дд, а большая часть с него делают саппорта, ну, или с уклоном саппорт плюс дд, ладно, так, дальше, орфистка, тьма, песня, измененной судьбы, насколько помню, третий скилл, так, добавление эффекта увеличит индикатор атаки всех союзников на 15%, а может, это второй скилл, честно, не помню название, на 15% всех союзников, ну, это неплохо, то есть, типа, ну, сразу заметно, да, что это, типа, первач, типа, мистер Басков, свет, психосила, изменение эффекта, поглощает здоровье всех союзников на 50%, то есть, он раньше высасывал у всех 50% хп, поглощает здоровье всех союзников, так, по 30%, и поглощает здоровье всех врагов по 15%, опачки, а вот это неплохо, то есть, ты первый ходишь, да, ты, как бы, своих пацанов роняешь, можно шелдами это немножко забузить, но зато ты у врага сразу по пятнашке высасываешь, ну, и палач, соответственно, это прям неплохо, то есть, сразу 15% хп снести, как будто три дота заюзал, сразу сработало, ну, и если у врага есть шелды, то ты им шелды поломаешь, это прям зачет, особенно, когда ты им ломаешь шелды, и там, ты не будешь по этим шелдам дамажить, это прям зачетно, но я считаю, это очень, очень прям достойный апп, так, Кен, и он же копий, да, с каждой атаки снимает один баф с врага с 30% шансом, ну, уже не стало, леди из ада огонь, так, чё, чё, апнули, разрушитель душ, это третий скилл, дальше, изменение эффекта, получает иммунитет, эффект живучести к смерти на один ход при гибели врага, ну, да, то есть, когда она убивала, она получала себе этот баф, а теперь получает эффект живучести на один ход без необходимости выполнения каких-либо действий, ну, когда она юзает третий скилл, зачастую это летит, все равно ваншот, но теперь, да, где-то ты можешь себя спасти, даже когда ты думаешь, блин, я все равно не убью, но заюзаю, лишь бы себя спасти, ну, где-то так, да, бывает, знаете, там чуть-чуть там у какой-то перны, или еще у кого-то хп остается, писечка буквально, и ты не добиваешь, но так ты хотя бы себя защитишь, ну, не сказал бы, что это прям лютый апп, но чуть-чуть лучше стало, вообще фигня, демон ветер, опа, лучше стало, а похититель душ пассивный, ну, естественно, третий скилл, после атаки во время своего хода создает щит эквивалентный 15% от своего максимального здоровья на два хода, то есть, а до этого этот персонаж был плохой, да? 15% от своего максимального здоровья на два хода, то есть ты можешь и хильнуться со второго скилла, так себе еще и шелдюньку накинуть, это прям неплохо может его спасти, вывести просто из самой попы, так, император молний, вода и свет, так, познание, пассивка, что добавили, в начале каждого хода получает одно знание при наличии одного или двух знаний, то есть, если у вас одно, либо два знания, да, то есть вы получаете еще одно дополнительно, ох, ну, теперь они неплохо, ну, быстрее будешь пять стаков набирать, то есть, когда у тебя 3-4 знания, ты уже не получаешь дополнительно по одному, наверное, так, а типа первые три набираться будут якобы быстрее, я так понял, ну, точно не хуже стало, ладно, валькирия, вода, огонь, свет, печать воды, то есть первый скилл, вот этот, увеличен урон примерно на 7% вау, класс, так, валькирия, вода, первая помощь, пассивка, что добавили, в начале каждого хода восстанавливает здоровье союзника, серьезно, с наименьшим, то есть это добавление эффекта, мало того, что сама хилится, да, так еще и союзника с наименьшим показателем здоровья на 10%, за исключение себя, но добавление эффекта, то есть она себя хилит и так, да, но при этом еще и кого-то, то есть такой козлик, который, то есть сама хил плюс хил кого-то, то есть себя она дважды не хилнет, как вы поняли, да, ну, это прям, да, валька, наверное, будет чаще визуацию, мне так кажется, полярная королева огонь, касание, касатка милости, так, наносимый урон увеличивается на 30%, так, на 40% за каждый дебаф, за каждый баф или дебаф на враге, ох, ну, теперь в лабиринте и не только, да, там даже на гидре, кто юзает, это прям будет лютый урон, ну, гидры бафов нет, ну, вы поняли, о чем я говорю, это прям будет зачетненько, да, а, кстати, в лабиринте-то боссы иногда бафаются, все дела, так что это прям неплохо, ну, и вообще, хотя в полпы кто юзает, ну, вы поняли, в своих местах она найдет, она найдет себе применение, в своих местах, архангел, огонь и тьма, скорее всего, второй скилл, да, наказание, уменьшение защиты с 50%, со 100% шансом, их все апает и апает, да, я это часто буду повторять, но это тоже зачет, типа, теперь там на один ход, насколько помню, раскол, но все уже, теперь ты будешь его гораздо чаще закидывать, всегда есть вероятность, как бы, резист, нарваться, и все такое, но вы поняли, Сонгоку, он же огненный, короче, макак, так, огненный посох, после атаки восстанавливается здоровье не на 25%, а на 20%, а че это они его решили, типа, понерфить 5%, это, типа, что это за бред, блин, знаете, для галочки какой-то, ну, типа че, макак огненный был какой-то бешеный и неубиваемый, или что, то есть, и ему решили там ни на 10, ни 15%, не убрать вообще отхил, да, на 5%, это напоминает, когда панду ветреную ввели, и там был, да, пассивка на 5% больше, чем есть сейчас, и решили панду понерфить, до сих пор сиюзают, Сонгоку огонь, золотой обруч, пассивка, увеличит сопротивление на 10%, увеличит, опа-па-па-па, увеличит скорость атаки на 5%, каждый раз, до 10 раз, то есть на 50% можно, когда монстр подвергается атаке, наконец-то, они поняли, что это бесполезный резист, вообще не работающий в игре, или как-то криво, я до сих пор не знаю, как он работает, да, вот прям гарантированно 100%, а теперь скорость, скорость, решает, теперь это да, чуточку меньше бушхилится, но намного чаще, так что да, это прям достойно, в совокупности неплохо, ой, извиняюсь, надеюсь вам видно, так, дальше пройдемся, Сонгоку огонь, прочитали, огонь, смертельный соблазн, пассивка у убийцы, огненная, че, ее наконец-то апнули, пассивный эффект активируется, после установления здоровья, врагов 10 раз, 7 раз, пассивный эффект, рон игнорирующий защиту, ну вот говном, так и осталось, простите, робо огонь, так, может их хотя бы апнули, мощность заряда, пассивный, при получении, дополнение эффекта, при получении врагом, доп хода, увеличит шанс активации эффекта, на 50% во время, своей, следующей, атаки, на 50%, достойно, так, шанс активации сбрасывается, когда монстр атакует врага, во время своего хода, понятненько, но, не знаю, кто-то, какие-то извращенцы, да, используют этих персонажей, каждого персонажа, как бы, где-то можно проявить, но есть просто мусор какой-то, который никто не юзает, потому что он мало актуален, а есть действительно достойные персонажи, вот, наверное, робо-семейство, это явно не они, не из тех пацанов, так, робо-огонь, ветер-тьма, резня-лезвием, дополнение, короче, добавили эффект, поглощает индикатор атаки врага, на 10%, при нанесении атаки врагу, без бафов, то есть, типа, высасываете атак бар, робо-свет, выброс энергии, пассивный, игнорирует сопротивление врага, о, это уже что-то интереснее, и, пассивный эффект, уменьшение индикатора атаки всех врагов, на 50%, а вот робо-света, стал, наверное, прям юзабельным, ну, совокупности с вот этим всем, да, сопротивление игнор, еще и сливает атак бар, но на это, скорее всего, есть резист, как бы, то есть, можно про это понятненько, ну, сейчас мы к этому вернемся дальше, так, что здесь у нас поменяли, ну, грузиська, так, дриада огонь, ага, цветочный туман, так, секундочку, я проверю, все ли я проверю, да, вроде бы все, дриада огонь, цветочный туман, уменьшает продолжительность бафов всех врагов, на один ход, на два хода, то есть, по факту, может поснимать, там, ему умки, там, по одному, по два хода шелды, неплохо, хотя, кто опять же вязает, не знаю, но, лучше стало, и темное, то же самое делает, так, дриада, вода, огонь, свет, медовые друзья, так, изменение эффекта, если у союзников нет дебафов, восстанавливать здоровье всех союзников, на 20%, а теперь, восстанавливать здоровье всех союзников, на 15%, без необходимости, выполнения каких-либо условий, но, это, наверное, лучше все-таки, а то, часто, на ваших союзников, все-таки, как ни крути, висят дебафы, теперь, это, триада светлая, или, какая-то там другая, будет чаще уязаться, и на гв, и самое главное, наверное, в каких-то там, на всяких там, боссах, да, в расколе измерений, и так далее, то есть, можно теперь, приютить туда, у Дина, вода, лед, замораживает врага, на один ход, добавление эффекта, с 35% шансом, кто их юзает, так, у Дина, огонь, пламя, снижает силу атаки, на два хода, с 50% шансом, так, у Ветренной, снижает скорость атаки, на два хода, тоже с 50% шансом, у светлой, снимает, о, вот у светлой, прикольно, снимает один баф, шанс, не знаю, там, по-моему, дотачивается, но, это уже интересно, ну, так как светлая у Дина, хотя, светлая у Дина, кем не заяц, раз в год кем-то, вот темная, там, с ромагосиком, все, увеличит шанс активации, скользящего удара, на два хода, с 50% шансом, ну, да, типа лучше, Дина, вода, оживление, так, изменение эффекта, при использовании навыка, на себе, эффект защиты духа, на три хода, то есть, когда на себя кидал, а теперь, накладывает эффект защиты духа, на три хода, при использовании навыка, на живом союзнике, ага, ну, типа, да, стало лучше, но, кто ее будет вязать, у Дина, свет, абсолютная защита, снимает, до двух дебафов союзника, и делает его неуязвимым, на три хода, раньше, а теперь снимает все дебафы, со всех союзников, да, ага, и накладывает на целевого союзника, на которого вы нажали, эффект неуязвимости, на три хода, ну, проблематичней будет в башне, а так, кто будет вязать, хотя, теперь, типа, фул клинсер плюс, но, если бы там она еще и мунку кидала на один ход, вот, наверное, уже было бы интересно, а так, и мунку она не кидает, опять, об дебафует, и все, как-то так, ладно, изменение эффекта усыпления, усыпление, скользящий удар не будет активирован при атаке врага под эффектом усыпления, то есть, того, кого вы усыпили, то есть, вы, вы по нему никогда не скользите, если я правильно понял, но, в какой-то ситуации, где-то, да, это может зарешать, никакая полная, так, изменение характеристик некоторых монстров, у Дина, вода, тьма, так, показатели характеристик будут изменены для соответствующей типу поддержки, ну, переделают статы немножко, больше брони, больше защиты, что-то типа того, так, улучшение и некоторых навыков, дриада, вода, огонь, свет, медовые друзья, в цели более, так часто использования навыков, зависит от наличия или отсутствия дебафов на союзниках, не знаю, как это будет работать, но, наверное, хорошо, навыки наносящие урон пропорционально дебафам, так, улучшение, и, короче, делали лучше, исправление ошибки в навыках, тут заделали, и, вроде бы, усе, да, так, что мы тут можем еще прочитать, так, что тут еще у нас есть, это мы все, в принципе, прочитали, да, давайте вернемся немножко вот к этому основному, ну, что я могу конкретно выделить, чародейка огня, то есть ей неплохо апнули, атак бар, но это не делает ее решабельным обувь, но все же это интересно, как по мне лично, химеры, такой себе ап, я буду проходиться так, еще раз, побыстренько, да, мистера баскова светлого апнули, неистого, у кого он есть, конечно, минус 15% хп сразу врагу, как будто у тебя есть тринити, а теперь представьте, да, тринити плюс басков, то есть тринити снимает 15%, басков снимает 15%, и минус 30%, просто у врага сразу, да, это неплохо, так, ну, неплохо, мне так кажется, так, кого еще, демона ветреного, и еще апнули, хотя это и так секс машина, ужасная, да, валькирию воды, возможно, теперь чаще будут в атаке, особенно юзать, почему бы и нет, там же танковать, тоже какую-то там панду, и прочее, подхилить себя, подхилить союзника, то есть это теперь неплохой такой, да, персонаж, макака огня, стало намного зачетнее, это прям, наверное, вот ап макаки, именно весь патч ап макаки, прям, да, вот эти 5% фигня, а то, что переделали это тупое сопротивление на скорость, это прям зачет, как по мне, это прям действительно достойно того, орфистку тьмы еще чуть-чуть повысили, скажем так, в цене, да, ну, и еще что можно сделать, из этого обсудить, ну, не знаю, макак мне понравился, ну, и архам сделали 100% раскол, опять же, активация, а вот закинется или нет, это уже зависит, конечно, от вашей точности, резиста врага, то есть патч, скажем так, не самый насыщенный, но переделали некоторых персонажей, и апнули то, что было долгожданно, особенно, еще раз повторюсь, насчет макаки огня, как по мне, этот персонаж был достоин, чтобы наконец-то апнули, я думал, там повысит, сделает там силу атаки, атаки персонажа, либо еще что-то вернут, но нет, смотрите, повысили скорость, унизили немножко килл, но это мелочь, но зато повысили шанс этого отхила, ну, типа, не шанс, а частость этого отхила повысили, это прям зачетненько, как по мне, как-то так, я же говорю, химеры, от звезды сделали какой-то баф, все такое, ну, мистер Басков, макака, наверное, вот это два персонажа, которые хапнули, в этой ситуации, прям четенько, неистово, жестко, остальных персонажей, каких-то так, просто, знаете, чисто, чтобы зацепить, каким-то там, по 7% урона подняли, какая-то фигня, и прочее, ну, типа, я этого не понял, и, возможно, робосвета, где-то себя найдет, в этой ситуации, каждый найдет, решение, куда заюзать персонажа, но робосвет стал, чуть более юзабельным, а может и полностью, его чаще, как бы, войдет, прям, куда-то в мету, ну, у меня пока в голове, нет мест, куда он прям зайдет, вот прям каждый день, вот стопудово, вот я не знаю, как палача света, да можно в атаке постоянно, юзать, он прям красавчик, меньше у своих жирает хп, а при этом, еще и у врага снимает, это прям, как по мне, прелестно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жду на вечерних стримах, если есть, что добавить, пишите в комментариях, и, соответственно, огромное вам спасибо, особенно тем, кто с Украины, которые теперь могут поддержать, мой канал, соответственно, спасибо огромное, за подписку, напоминаю, что у меня есть уже 109 гайдов, для спонсоров моего канала, поэтому есть возможность поддержать, поддержите, на моем канале нет политики, и за это, наверное, мне и вам спасибо, поэтому, без всякой гадости, без негатива и прочего, этот канал сделан для игр, для развлечения и прочего, пускай, как говорится, говно, которое есть в жизни, остается там, давайте немножко разделять все это дело, спасибо еще раз, низкий поклон всем, кто досмотрел до конца, и до вечера на стриме, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok